Мы здесь власть! Мы здесь власть! Свобода политикам решена! В их генах, этих молодых людей, которым 20 лет, в их генах уже есть свободный ген, не такой, как у нас, потому что в нас есть ген советский. Даже если мы инакомыслящие в этом режиме, мы оппозиционеры, все равно вот этот советский ген это и есть, потому что есть мой дедушка, который был расстрелян при Сталине, и мои родители, которые были диссидентами, которые сидели при советской власти. Мы не знаем информацию, никакой достоверной информации нам не дают. Но самое ужасное, что он голодает. Он голодает, потому что он требует, чтобы ему допустили независимого врача. По российскому закону он имеет на это право, но ему не допускают врача. Кто-то приезжал в его колонию, там около колонии была демонстрация независимых врачей и журналистов. И 8 журналистов забрали в милицию, в полицию, всех разогнали, и больше никто не приезжал. Еще есть информация, что есть такой сайт, специальный сайт, который создали соратники Навального. И они сказали, когда они соберут 500 тысяч человек, которые будут готовы участвовать в акции протеста в защиту Навального, тогда они устроят марш такой, митинг, огромный митинг в Москве и по всей России. Но сейчас уже собрали 400 тысяч. То есть им осталось собрать 100 тысяч человек. Я думаю, что это не будет сложно. И тогда по всей России будут такие митинги. Но сейчас очень неприятная ситуация в связи с Украиной. Конечно, я в отпуске, но и вообще не специалист по международным отношениям. Но я слушаю радио и читаю новости. Я понимаю, что Россия хочет начать новую войну с Украиной. И я думаю, что может быть... Я не знаю причины, но мне кажется, что это одна из целей, чтобы отвлечь внимание от Навального. Потому что если начнется война, то все будут говорить только об этом. И, конечно, ситуация с Навальным, она уйдет на второй план. И на Западе тоже будут больше говорить о войне. Потому что, конечно, война – это страшнее, чем судьба одного человека. И я очень боюсь, что у Кремля, помимо каких-то своих интересов в Украине, есть и такой интерес. Это часто российской политики, когда отвлекают внимание от одной большой проблемы и создают новую. Да, но мне кажется, что у Путина такая политика всегда, что он делает вид, что ему плевать на Запад, на международные отношения, а потом он начинает торговаться. Потому что все эти проблемы, на мой взгляд, решаются на уровне торгов. Ну, проблемы с политическими заключенными, проблемы с Украиной. Ну, мы видели в истории с Надеждой Савченко, когда эта украинская летчица, которая сидела в России, и я, когда была членом наблюдательной комиссии, посещала довольно часто ее в тюрьме, то мы видели, что из-за ее судьбы тоже шел торг с Западом. И потом же ее освободили. И я думаю, что это договорились только на Западе и больше нигде. И также Олег Сенцов, известный тоже украинский режиссер, за которого тоже боролся Макрон и другие лидеры, и его тоже освободили в результате договоренностей. А здесь, если у них, с одной стороны, будет война в Украине, если они ее начнут, или, может быть, они пока только пугают, но то, что они туда уже близкие регионы России своих военных привозят, это очень опасно. Это говорит о том, что есть какие-то серьезные намерения. Ну, конечно, войну начинают не из-за Навального, но одновременно они убивают просто двух зайцев. Мне кажется, в политике очень часто политики так делают, а тем более Путин, он очень хитрый, такой коварный, такой человек иезуитского типа. Вот, если вы понимаете, что я имею в виду, он просто хочет так сделать. И потом, если Запад будет к нему приходить и говорить, давайте, будем решать вопрос, они будут торговаться и выбирать все условия, что Запад им может предлагать, и на этом поле играть. Самый худший сценарий – это, конечно, если он умрет в колонии, но, если честно, я не очень в это верю. Я не очень в это верю, потому что мне кажется, что всегда, но сейчас, ну, в России, в Советском Союзе не так было, а в России, все-таки власти как-то стараются держать ситуацию под контролем. То есть, наверное, они, ну, у них есть контроль в Федеральной службе исполнения наказаний, которые им докладывают, что этот человек еще не умирает, его состояние тяжелое, но не очень. Мы держим под контролем, если они не обманывают. Единственное, что я могу судить по опыту истории с Олегом Сенцовым, потому что я очень внимательно следила, и я ездила к нему в колонии, где он был там, в Лабет-Нанге, это на севере России, а потому что, когда он голодал, его адвокаты и его сестра говорили, что он умирает, что все очень плохо. И я туда ездила, и я видела, что, конечно, ему плохо, конечно, никто не знает, может, он умирить или нет, но ситуация была под контролем. Но это, может быть, я такой человек-идеалист, может быть, я слишком хорошо думаю, но я не думаю хорошо про власть, но все-таки я надеюсь, что им не нужен мертвый Навальный в тюрьме, потому что это очень некрасивая история. Хотя, с другой стороны, ну даже если мы будем адвокатами дьявола, если, например, Навальный умрет в тюрьме, ну что, Запад покричит какое-то время, но все равно останется все так же, потому что ведь они сделали санкции против России. Что они еще могут? Они же не начнут войну против России. Но, в принципе, мне кажется, что Путин себя так уверенно чувствует, Путин и те люди, которые вместе с ним, они так уверенно себя чувствуют, что они могут все. И ощущение такое, что в России очень сильные репрессии сейчас, и уже есть, и будут дальше. Поэтому я не очень понимаю, чего они могут бояться. Я имею в виду Россию. Что может она бояться по отношению Запада? Я надеюсь вообще на молодое поколение, которое все-таки не любит Путина, потому что это люди, которым 20 лет, они родились уже при Путине, но их родители свободные люди. Это те люди, которые родились, получается, ну уже в конце советской власти, и уже в их генах, этих молодых людей, которым 20 лет, в их генах уже есть свободный ген, не такой, как у нас, потому что в нас есть ген советский. Да, и даже если мы инакомыслящие в этом режиме, мы оппозиционеры, все равно вот этот советский ген, это и есть, потому что есть мой дедушка, который был расстрелян при Сталине, мои родители, которые были диссиденты, которые сидели при советской власти, да. Но мои дети даже, которым сейчас 35 лет, 40 лет, они свободные, и вот те, которым 20, они еще свободнее. И вот на этих людей мы надеемся, потому что они не хотят жить в тоталитарной стране. В 21 веке, в такой богатой, красивой стране, как Россия, где очень много талантливых людей, свободных людей, они не хотят жить так, как жили мы. Что было, я не знаю, но тут совпало и западное давление, и то, что был новый президент, и то, что Россия хотела какие-то отношения строить с Украиной. Это вот такое было двойное, да, сочетание, как бы в одном флаконе две причины. Потому что, когда был предыдущий президент, вот ничего не получалось, вот, и он не мог никак договориться с Путиным. А вот тогда совпало. Но, конечно, я уверена, что были какие-то закулисные переговоры, про которые мы не знаем, и что Россия что-то получила от Запада взамен на освобождение. Ну, Сенцова просто, потому что он самый известный из всех, кого освободили. Но там же еще были моряки, по-моему, 39 моряков украинских, которых тоже освободили всех вместе. Поэтому это был очень большой торг. Но такие детали, таких переговоров, они становятся известны только через много-много лет. Я думаю, что какие-то люди потом, может быть, дипломаты, напишут мемуары, мы узнаем, как это происходило. Российский экономист Мовчан, Андрей Мовчан, который написал в Фейсбуке, и сейчас в России об этом говорят, он говорит о том, что нужно, чтобы Запад договорился с Россией, чтобы Навального вернули на Запад, чтобы он там лечился, чтобы он там жил. Но это идея, которая, например, мне пришла сразу в голову, что вполне возможно, что России будет очень выгодно, чтобы Навального обратно вернули туда, на Запад. И они каким-то образом, может быть, об этом договорятся. Но мне кажется, что Путин и его люди, поскольку они выходцы из КГБ, они мыслят так, как было раньше. То есть у них очень советское мышление, и они, в принципе, воспроизводят те практики, те методы отношений с знакомыслящими, с оппозиционерами, которые были тогда, которые были тогда, и которые воспроизводились в КГБ. Потому что, если взять историю с Ходорковским, ведь когда его освободили, его тоже отправили на Запад. Но он не просился на Запад. Они просто взяли, посадили его в самолет и отправили туда. И для них приезд Навального это была большая головная боль. Но просто они не могли его не пустить. Хотя мне странно, почему они не приняли закон о том, что они могут лишать гражданства, как было в Советском Союзе. Но это может быть слишком сложно. Хотя для них нет ничего сложного, если они изменили Конституцию. Понимаете? Они могут принять закон, что люди, которые им неприятны, их можно лишить гражданства. Они лишают гражданства Навального, они высылают его за границу. Но кто-то говорит, вот он сам не хочет, он будет как Мария Колесникова в Белоруссии, которая порвала паспорт. Но если он в тюрьме, он в наручниках, его можно посадить в самолет и отправить. Это тоже вариант. Но мы посмотрим. Но для того, чтобы это было, нужно, чтобы люди вышли на улицу, чтобы были протесты. Мой дедушка Григорий Фридленд, он был коммунист, он был революционер. И после октябрьской революции он стал деканом исторического факультета в МГУ. И он писал книги о французской революции. И у него есть книга «Донтон», «Марат». Я не читала эти книги, но это такие исторические книги. И самое удивительное, что в 1937 году его арестовали. То есть, ну, это из той серии, что революция пожирает своих детей. Потому что он был революционер, и Сталин его арестовал. Это было такое известное дело. Его подозревали, что он хотел участвовать в заговоре. По-моему, Каменева, Зиновьева Каменева, и вот этих всех оппозиционеров Сталину. И он сидел год в тюрьме, и потом его расстреляли. Вот. И через много лет я читала его уголовное дело. Я получила возможность, я пришла в архив ФСБ, но это на Лубянке, и там можно прочесть исторические дела своих родителей, своих родственников. Вот я читала его дело. Это очень страшно, потому что он сначала все отрицает. Он говорит, что он не причастен никакому заговору. А потом уже на суде, когда стройка, тройка судей, это страшная сталинская тройка, и он там говорит, я такой ужасный преступник, что я не достоин того, чтобы выйти на свободу, я достоин смерти, я достоин того, чтобы меня расстреляли. И я не видела в этих документах, там нет свидетельств о том, что его пытали или били, но понятно, что на него было оказано очень большое давление, если он мог такое сказать. Он был молодой человек, ему было 41 год, по-моему, когда его расстреляли. И мой отец был мальчик, он помнит, как отца посадили, он был на этом обыске. Вот. И мой отец, Фелик Светов, он стал потом писателем, писателем, и моя мама, Зоя Крахмальникова, тоже была писателем, литературовед. И, наверное, в 70-е годы в Советском Союзе они пришли к православию, к христианству. И поскольку тогда это всё было запрещено, то моя мама решила, что нужно печатать такие тексты православные, составлять сборники, чтобы люди начинали верить в Бога. Это было, ну, как миссионерство. И она печатала эти тексты, это были тексты о священниках, расстрелянных в советское время, тексты молитв, воспоминаний разных. И она печатала на машинке, это было 10 экземпляров на машинке, потом они переплетали, это были такие книжечки, сам издат, то, что называлось, они распространяли, люди передавали друг другу и читали. И потом эти сборники, они назывались «Надежда», их сдали за границей, в Германии, издательство «Посев», это было такое издательство, которое считалось антисоветское. И как только они вышли за границей в Германии, то мою маму арестовали. Она сидела год в Лефортовской тюрьме. И потом ей дали ссылку, 5 лет ссылка на Алтае. Моего отца тоже арестовали в 1985 году. И потом мой отец тоже сидел, он сидел год в тюрьме, но уже в уголовной тюрьме, это тюрьма «Матросская тишина», это очень страшная тюрьма, где было 50-60 человек в камере, и у моего отца была астма. Но они были молодые, ну как молодые, 53 года, и отцу, и матери. И потом ему тоже дали ссылку, и его отправили к моей маме, туда, на Алтай. И мы ездили к ним. Восемь лет я имела возможность посещать заключенных, но последние три года я очень много ходила в Лефортовскую тюрьму, и я рассказывала именно о том, какие там безобразия, как там нарушают права человека, как люди закрыты, и мы про них ничего не знаем. И ФСБшники очень были недовольны моей работой, и поэтому потом, когда я снова хотела стать посетителем тюрьм, они меня не пустили. И потом они устроили обыск, это был обыск февраль, 17-й год, потому что закончилась моя работа в этой комиссии, и они ко мне пришли, но это было формально связано с тем, что я работаю на сайте Михаила Ходорковского. То есть это сайт, который финансирует Михаил Ходорковский. И они искали деньги Ходорковского 2003 года, когда я вообще не работала ни на его сайте. Ну, конечно, этих денег у меня не было, не было никаких документов, которые были бы связаны. Но 8 часов или 10 часов был обыск, и самое смешное там было, когда они достали протоколы обыска моей мамы, и один сотрудник ФСБ, он посмотрел и сказал, о, я знаю этого человека. Там было написано следователь КГБ Губинский. Это тот, кто проводил обыск у моей мамы, но, представляете, 40-35 лет назад, и он сказал, это был мой учитель. То есть это такая преемственность была. И, конечно, мне было страшно, потому что я думала, что меня могут арестовать. Я говорила вам, что есть такой ген страха в моей голове, и, конечно, он был в моей голове, потому что я знала, что арест, он кончается, в смысле, обыск кончаются арестом. Если честно, сейчас мне хочется еще быть журналистом, потому что в России, ну не в России, а везде, когда ты журналист и правозащитник, это очень странно, потому что журналист, он должен всегда быть со стороны, а когда ты журналист и правозащитник, ты всегда на стороне жертвы правосудия, жертвы власти, и кажется, что ты не объективный. Но у нас много таких сейчас журналистов, которые раньше темы тюрьмы вообще, ну, нас было мало. Была Анна Политковская, которая писала, ну, я писала, еще несколько человек. А сейчас таких молодые, все очень интересуются этой темой, потому что в России тюрьма, это как бы главная тема, тюрьма, суд, отсутствие суда, это главная тема России. И поэтому многие пишут. Вот. Но мне хочется еще успеть написать книгу, несколько даже книг. Вот. Я хочу написать про Сергея Магницкого. Это очень известный человек, который умер в тюрьме. И потом был, потому что он работал, он был связан с американской компанией, Hermitage Capital, и поэтому ввели даже список Магницкого, где были все судьи, тюремщики, которые его мучили. Вот. И это такая символическая история. Поэтому каждый раз, когда человек может умереть в тюрьме, говорят, что он как Магницкий. И я много занималась его историей, и я хочу написать о нем книгу. Хотя прошло много лет, и он умер в девятом году, но все равно. И, конечно, я буду писать про моих родителей, потому что у нас осталось очень много писем, писем, которые мы писали им, и ссылки они нам писали. И это как такой, ну, срез жизни, советской жизни того времени. И это интересно. Вот. Я буду делать эту... Я надеюсь, что я буду делать эту книгу. Я надеюсь, что я буду делать эту книгу. Я надеюсь, Продолжение следует...